Есть вещи и более глобальные, чем статистика по дистанционным мошенничествам. Например, ситуация с газопроводом, по которому в Нефтьюганск поступает голубое топливо, от чего напрямую зависит отопительный сезон. Напомним, газопровод «Правдинское месторождение» Сургутская ГРЭС не первый год находится в аварийном состоянии. Альтернативных источников фактически нет. Общество с ограниченной ответственностью «Газкапитал», собственник газопровода. «Устранение дефектов при эксплуатации газопровода не осуществляет ремонт подводных переходов в зимний период не провел». В связи со злостным неисполнением судебного решения в отношении руководителя общества возбуждено уголовное дело по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации. Впрочем, реконструкция газопровода – проблема далеко не местного масштаба и требует как минимум окружного участия. Речь идет о миллиардных вложениях. Прокурор также подверг критике низкие темпы ремонта городских сетей. «План по подготовке к осеннему-зимнему периоду на 2020-2021 годы, утвержденный 30 апреля главой города Нефтьюганск, включены мероприятия по замене только 2,6%, а это в цифровом выражении менее 5 километров, коммунальных сетей от общего количества ветхих коммунальных сетей города Нефтьюганск. А у нас порядка 180 километров». Досталось и дорогам, ямы на которых нередко становятся причинами ДТП. Кстати, в этом году многие магистрали привели в порядок. А вот работа администрации по расселению балков и аварийных домов заслужила высокую оценку. «Принятые органы местного самоуправления, не побоюсь этого слова, беспрецедентные меры направлены на улучшение жилищных прав граждан, создание инфраструктуры и формирование земельных участков. Изысканные в бюджете необходимые на эти цели финансовые ресурсы свыше 1 миллиарда 100 миллионов рублей. Планируется приобрести в этом году не менее 300 квартир. 150 уже в этом году предоставлено гражданам». Прокуратура контролирует и ситуацию с коронавирусом. На одного из местных руководителей возбуждено уголовное дело за то, что не принял нужных мер в своем коллективе. Кстати, в сегодняшнем докладе прозвучала цифра, которая не совпадает с официальной статистикой. По данным представителя прокуратуры, в Нефтьюганске с начала пандемии скончалось 36 человек. Окружной Роспотребнадзор утверждает, что 15.